сейчас давайте рассмотрим новую функцию each она у нас просеивает элементы из выбираемых то есть each от английского каждый всякий также мы здесь рассмотрим конструкцию this то есть в переводе это этот, когда то раньше мы в стандартном джаваскрипте рассматривали this то есть это объект который упоминался ранее бывает необходимость что надо перебрать какие то элементы на странице и потом принять какие то действия в зависимости от каких то параметров в этих объектах здесь нам поможет функция each то есть мы здесь пишем each а здесь пишем например img то есть мы проверим так все картинки которые у нас существуют на странице мы можем проверить ширину и любой атрибут например alt, title которые там присутствуют и потом либо скрыть либо увеличить эти объекты когда то мы использовали getElementsByTagName и getElementById то есть эти объекты тоже получали доступ к объектам которые мы указывали здесь мы писали id и мы выбирали соответствующие id объекта здесь мы указывали какой то тег и он нам выдавал количество картинок например на странице дальше можно было бы написать условия и проанализировать характеристики выводимых объектов и принять тоже какое то решение что с ними делать то есть эти объекты мы поместили бы в массив а потом уже этот массив перебирали и проверяли на какие то соответствия вообще для чего понадобится перебирать ряд объектов и принимать какие то решения потом что с ними сделать ну вот например разные браузеры имеют минимальную ширину окна в данном случае если открыть вот по порядку я здесь разложил вот это браузер Яндекс если я двигаю вот влево то меньше окно не становится то есть у каждого браузера если он открыт на определенном типе устройства например на компьютере у него есть по умолчанию минимальная ширина окна Opera вот меньше дальше вот у меня стоит здесь браузер Avast вот еще меньше окно дальше вот идет Google Chrome вместе с Mozilla Firefox и минимально у меня получился вот Internet Explorer этой версии соответственно при уменьшении страницы наш сайт уменьшается если в нем адаптивная то есть резиновая какая то верстка то наши блоки становятся меньше картинки могут уменьшаться либо не уменьшаться и соответственно какие то блоки могут тогда вообще прятаться и появляться новые блоки вот например Opera здесь как вы видите вот у него такая ширина ниже идет у меня Google Chrome он чуть-чуть поменьше ну и вот дальше меньше-меньше вот они по порядку у меня здесь и разложены ну вот здесь еще отдельно идет Mozilla Firefox хотя здесь браузеры могут вполне понимать что я открыл на компьютере и не давать мне уменьшить браузер еще меньше потому что зачем если у меня размер экрана 1300 пикселей а я пытаюсь ужать до 200 пикселей вот и в таком посмотреть то есть на компьютере я так не буду делать то есть браузер должен понять на каком экране человек открыл и давать ему соответствующее окно по ширине когда-то мы проходили объект скрин если вы помните вот он нам может давать информацию о экране пользователя объект навигатор может нам давать дополнительную информацию и в зависимости от этого браузер может принимать решение то есть какая ширина у нас может быть браузера в минимальном варианте применительно к тому что мы сказали функция each у нас может перебрать элементы на странице и потом с ними что-то сделать в данном случае мы давайте рассмотрим это на примере пока картинок например мы попробуем перебрать все картинки например ширины либо высоты и потом например скрыть если они не подпадают под какие-то параметры то же самое можно проделать конечно не только с картинками а с какими-то другими например блоками div и они будут у нас скрываться либо показываться в зависимости от ширины окна браузера чтобы это реализовать нам понадобится предыдущие файлы которые мы использовали из папки 15 это индекс и соответственно JS14 здесь мы давайте все закомментируем то что мы писали в предыдущем задании здесь будем писать соответствующий код это у нас задание 20 здесь я напишу функция EACH просеривание всех выбираемых элементов конструкции SIS текущий элемент здесь мы будем как я говорил ранее проверять какие-то параметры давайте в картинках поэтому вот здесь ставим соответственно IMG то есть все картинки которые у нас находятся на странице дальше пишем функцию EACH и здесь внутри как параметр можно передать функцию либо написать прямо здесь функцию я буду проверять у наших картинок высоту можно проверять ширину высоту либо какие-то другие параметры поэтому здесь я напишу HEIGHT подчеркивание 1 то есть наша функция будет вот так вот называться а ниже напишем саму функцию здесь пишем функция потом соответственно идет у нас название функции пишем круглые скобки фигурные скобки здесь пишем здесь пишем условия которые у нас будут проверять высоту в соответствии с каким-то стандартом высоты которую мы зададим то есть пишем IF в круглых скобках пишем нашу вот эту конструкцию $this здесь будет пониматься под this это этот то есть надо понимать что вот эта функция может быть написана вот прямо вот здесь в этой строчке то есть объект который мы как бы исследуем которому применяется функция применяется к объектам которые у нас им же то есть картинкам то есть здесь называется им же то есть вот этот объект то есть все картинки потому что все что мы пишем применяется сейчас только картинкам то есть к вот этому селектору поэтому мы пишем this этот дальше ставим точку и когда-то мы рассматривали способ height который получает высоту конкретного объекта либо width здесь можно было написать мы получили бы ширину объекта image дальше пишем круглые скобки и пишем это у нас будет больше 150 в данном случае пикселей то есть мы написали если картинка будет больше 150 пикселей по ширине и пишем что у нас должно происходить то есть пишем фигурные скобки обратно же пишем вот эту вот конструкцию this то есть речь идет обратно же о картинке и что мы хотим с ней сделать допустим мы хотим их скрыть скрывать мы можем уже разными методами hide fade to fade in fade out ну давайте здесь напишем fade to этот способ позволяет скрыть картинку до определенной степени прозрачности здесь пишем за сколько то есть за 2 секунды давайте выставим и до какой степени прозрачности ну например поставим 0,3 десятых то есть картинка будет еще видать у нас на странице так здесь единственное что я скобку круглую не там поставил то есть вот эта скобка if у нас должно быть в круглых скобках и соответственно вот здесь она у нас заканчивается то есть здесь у нас задается условие то есть проверка если картинка больше 150 а здесь тело у нас идет и здесь выдается что она должна у нас пропасть раствориться до 0,3 единиц если посмотреть какие картинки подпадают под параметр больше 150 пикселей в данном случае вот картинка у нас видите высота у нее больше 150 пикселей то есть вот эти три картинки у нас должны начать растворяться дальше у нас идет вот эта картинка она у нас тоже больше 150 пикселей дальше идет картинка здесь она у нас меньше 150 соответственно она не должна растворяться и вот эта картинка у нас тоже меньше 150 вот вот эта картинка где написано позиция абсолют зелененькая она стоит бэкграундом поэтому наш способ ее зацепить не может. То есть он ее не трогает. Вот обновляем страницу и соответственно видим, что вот эти у нас картинки поблекли. То есть произошло их растворение. То есть давайте здесь уже поставим до нуля. Вот они у нас исчезают полностью. В данном случае Fade To он, видите, убирает картинки, но нету замещения позиции этого объекта. То есть, если вы помните, у нас так работает. Здесь давайте сделаем копию этого. Это у нас закомментируем и применим не Fade To а был у нас способ Fade In, Fade Out. То есть In у нас Fade In показывал, а Fade Out прятал. Соответственно, здесь напишем Fade Out и время здесь, второй параметр у нас не идет. Ставим просто две секунды. Соответственно, видите, они у нас растворяются и происходит перетекание в это место текстового объекта. Мы вот немного повторили и чем отличаются эти два способа Fade In, Fade Out и Fade To. Давайте здесь поменяем знак в другую сторону. То есть наши проверяемые объекты будут меньше 150 пикселей. Сохраняем. Как мы видим, пропадает верхняя картинка и вот здесь по центру картинка. давайте это проделаем с другим элементом, то есть не с картинкой. Здесь я сокращу запись, чтобы она не была разбросана по странице. Соответственно, это давайте мы оставим, скопируем ниже. А это я закомментирую. Вот. У нас есть элемент H и у него фиксированная величина. Но давайте сделаем нашу страницу резиновой. То есть вам надо зайти в стиле и вот здесь закомментировать блок в раппер у нас имеет ширину 700 пикселей. Вы закомментируете эту ширину вот таким образом тогда у вас ваш сайт станет видите таким вот резиновым и соответственно при изменении как вы видите у нас меняется ширина нашей страницы в заданных параметрах и соответственно H будет меняться становиться больше и меньше. и здесь давайте будем проверять наш H1 на предмет ширины то есть ставим здесь ширина и ширину давайте больше чуть сделаем допустим 550 пикселей H1 вот у нас если вы не помните вот H1 который мы будем проверять и вот теперь при обновлении страницы видите он никуда у нас не исчез если мы будем уменьшать то в данном случае наша конструкция действует при обновлении только страницы то есть при обновлении мы можем увидеть пропало ли это или нет вот видите она уже пропала когда я уменьшил браузер соответственно вернем на родину обновим страницу она у нас восстановится здесь давайте вернем как и было то есть вы попробуйте потом верните назад ширину блока в раппер чтобы у нас остался обратно 700 пикселей напишите соответствующий код это давайте мы в конце закомментируем чтобы можно было делать следующее задание сохраните документ и переходите к следующему заданию жду вас в следующем уроке до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор